безусловно есть некая жертвенность в том что они делают но опять-таки время все расставит на свои места потому что когда проливается кровь с двух сторон это уже абсолютно неуправляемой ситуации и это ужасно там нет идеи ни у тех ни у этих поэтому обязательно надо договариваться как можно быстрее просто остановить все поскольку раз шатать лодочку очень легко но вообще чтобы давать какие-то оценки но понимаете надо быть там то есть надо быть вот посмотреть на эти глаза пообщаться с ними и тогда что-то будет понятно то есть я все-таки в этом плане не знаю просто реально кто там как вы что за люди стрелков говорил что он выходит из россии он действительно профессиональной военной сверху стоит определенное количество дяди и тети которыми эти которые этим всем рулят и даже не просто то там из россии сша ли это или оттуда до с украины поэтому тут наверное нельзя назвать это не та ситуация в которой можно называть кого-то героями или или нет я например считаю что это национальные герои которые снялись теплых мест в россии и пошли рискую жизнью воевать за русский мир это полевые командиры можно так назвать у нас так их называли это руководители ополчения действительно руководители ополчения 90 процентов там на самом деле местные жители это неоднократно проверялось вот а в том что касается того что правильно ли чтобы они оказались командирами там каких-то частей но вы понимаете у войны свои законы